Сегодня в Беларуси началось досрочное голосование на парламентских выборах. Участки открылись в 10 часов утра и только что возобновили работу после двухчасового перерыва. Голосованию предшествовала процедура опечатывания урн, а члены комиссии подписали все бюллетени. На многих участках первые проголосовавшие получили небольшие подарки. Это неформальная, но приятная процедура уже стала традицией местных избирков. Для того, чтобы сделать свой выбор заранее, причину объяснять не нужно, но, как правило, это личные планы на выходной день, либо рабочий график. Свой выбор и сегодня, и одиннадцатый был бы один и тот же. Я изучил внимательно всех кандидатов и голосую за того, на кого он определился. А в целом наши сотрудники мои, многие будут голосовать досрочно, потому что хотят сделать свой выбор, потому что треть сотрудников в этот день будет находиться на боевом дежурстве. Но нам очень важно, кто попадет в депутаты, потому что мы сейчас перерабатываем очень много законов, которые будут влиять на деятельность целой структуры, и нам важно, чтобы был сделан правильный выбор. Народная артистка Беларуси голосовала на участке, расположенном в Министерстве сельского хозяйства. Увидеть Татьяну Мархель в непрофильном учреждении можно лишь во время избирательной кампании. На этот раз актриса с мушительным перечнем телевизионных и театральных ролей пришла голосовать досрочно из-за плотного расписания, съемки и завтрашнего открытия нового сезона на родной сцене в Театре белорусской драматургии. Поэтому с выбором определилась заранее. Досрочное голосование организовано со вторника по субботу с 10 утра до 7 вечера с перерывом на обед. Для получения бюллетеня при себе необходимо иметь паспорт или удостоверение госслужащего, водителя, пенсионера, военный или студенческий билет. На документах обязательно должна быть фотография. Кто потерял паспорт, может предоставить справку. К первому дню досрочного голосования по информации ЦИК в электоральной гонке остались 488 кандидатов на 110 депутатских кресел, то есть средний конкурс 4 человека на место. Наибольшая конкуренция традиционно сложилась в минских округах. В Белоруссии за рубежом будут работать более 6 тысяч избирательных участков. Основной день голосования 11 сентября.